Привет дорогой друг, телеканал Универтв продолжает для тебя делать цикл программ, посвященной студенческой весне 2017 в Казанском федеральном университете. Сегодня в гостях у меня директор студенческого клуба Казанского федерального университета Наталья Гизатульна. Наташа, тебе большое привет, большое спасибо, что ты пришла к нам. Иван, спасибо, привет. То есть до основной части фестиваля. Что делает студ-клуб? Студ-клуб делает много, делают наравне с институтами. Студенческая весна для нас начинается с предпросмотров институтов, прописания положения для институтов. Собственно, на что мы будем ориентироваться в этом году. Есть изменения, каждый год эти изменения появляются в положениях, поэтому студентам приходится каждый год что-то менять в своих программах. Это и какие-то, может быть, основные темы. Например, у нас в этом году ни для кого не секрет год Лобачевского. И мы попытались эту тему внедрить и в студенчество, в творчество. Проходят предпросмотры. Организовываем неделя-полторы, когда мы отсматриваем студентов, смотрим их номера, канву, что-то советуем. Студенческий клуб работает вместе с режиссерами, которые у нас ставят основной галоконцерт, который придет 18 апреля. Далее работа перетекает в большой зал. Это уже непосредственно в самом фестивале. Смотрим генпрогоны, что-то советуем, продолжаем советовать. И как итог мы видим результат уже на сцене. Хорошо. По изменениям, которые у нас происходят каждый год, как подбираются вообще эти темы, которые, получается, обязательно необходимо сделать институтом? Допустим, в этом году год Лобачевского у нас. В прошлом году, если не ошибаюсь, было 50 лет со дня основания ТАССР. И как вот это подбирается? Тем более не один же год, одна и та же тема подряд, как и на не первокурсника, так и на студенческой весне. Ну, год Лобачевского для Казанского федерального университета — это очень такая грандиозная и глобальная тема. Поэтому в этом году не был, ну, как бы таким, каким-то сюрпризом, наверное, для нас и для студенчества, потому что уже все заранее знали, что, скорее всего, будет эта тема. Тема важная, важно рассказать и о Лобачевском, как о человеке, и о деле, которое он делал. Студенты это привносят в творчество, и это очень интересно. А как выбираются? Ну, не знаю, как выбираются. Такие, просто берет самую глобальную тему, которая интересна. Интересна, она сейчас затронула многие институты в науке. Хорошо, тогда перейдем уже глубже в сами фестивали. Продолжим о том же Лобачевском. Какой номер из представленных на данном фестивале тебе запомнился больше всего по Лобачевке? Ну, наверное, это видеономер Института филологии и межкультурной коммуникации. Это хэштег «Будь как Лобачевский», да? «Будь как Лобачевский», да. Очень интересный номер, нам он очень запомнился, такой энергичный, живой. Ну, и действительно студенческий, яд творческий. Хорошо, вот номер Лобачевского от Института психологии и образования. Мысли Лобачевского. Да, мысли Лобачевского. Ну, по-моему, это какой-то такой жанр, который, ну, трудно понять, уже на грани абсурда и арт-хауса. Да, все правильно. Мы тоже, когда увидели первый раз номер, мы немножко так задумались. Здесь возникает пространство для подумать, что же хотела донести студент. В итоге, ну, мы поняли, что это мысли Лобачевского. Немного попытались что-то изменить, но все-таки оставили почти в том виде, в котором был, потому что Институт психологии и образования, но он отличается своей вот этой вот изюминкой, когда номер на грани абсурдного и чего-то, ну, настоящего, живого. Да, но я напомню нашим телезрителям, это как Вагис в прошлой нашей программе сказал, то, что они, можно сказать, бунтари Казанского федерального университета именно в плане сцены. То есть мы делаем свое, ребят, и понять может как абсолютно любой, так и практически никто наши номера. А в целом, по институтам, какой институт тебе больше всего симпатизировал на данном фестивале? Ну, симпатизировал, что, наверное, не очень правильное слово, наверное, то, что запомнилось, что ярко запомнилось. Институт фундаментальной медицины запомнился очень своей конвой, своими связками. Это была целиковая программа, театральная, и действительно уровень уже чуть выше, чем студенчество. Эконом, институт управления экономикой и финансов. Ну, так как я сама выпускница этого института, так все было по-домашнему, душевно, очень... Ламповый концерт был получился, да? Ламповый, да, такой очень, ну, искренне настоящий. И как у некоторых институтов они задействовали своего директора, Нелли Гумеровну, ну, очень достойно. Ребята понравились. Ну, институт филологии, межкультурной коммуникации, это, как всегда, качественные, четкие номера, уровень высокий и по номерам, и по самой концертной программе. Мне нравится, как многие говорят, вот, про институт филологии, филологии межкультурной коммуникации, допустим, вот, и ты вот сейчас сказал, то, что вот, эконом, там, там, лампово, душевно. Ну, институт филологии, молодцы, качественно, хорошо, смогли сделать, пацаны красавчики. Ну, действительно, это же качество, это очень ценится. Ну, вот, многие говорили, то, что они в этом году достаточно сильно как-то, не то, что сдали, а чутка расслабились по сравнению с Днем Первокурсника, который они показали. Согласна, День Первокурсника было, наверное, чуть более живее, но все-таки первокурсники, и тут нужно тоже свою дань отдавать, что первый раз ребята пришли, они не боятся делать что-то свое, В старшие курсы, наверное, здесь все-таки склонны подумать, как же сделать лучше, сделать уже что-то более взрослое, потому что многие режиссеры, которые работают, они работают не один год, не два, а много лет с нами, и их опыт приумножается, и уже они начинают думать свои мысли, думать, как же сделать лучше, как же сделать поумнее, как все сделать более взросло. Хорошо, перейдем теперь уже ближе к галоконцерту, что нам ждать? Так, приоткрой завесу тайны немного. Ну, если только совсем немного. Ну, а там уже зрители додумают, что именно. У нас 18 апреля две программы, первая конкурсная, республиканская, мы выставляем на суд жюри республиканского, вторая программа наша уже, второе отделение для наших студентов, для администрации вуза, когда мы, собственно, и узнаем, кто победитель, кто лауреат, какие номера стали лучшими, какие институты получили гран-при, какие заняли места, все распределение. Первое отделение, первое отделение будет нестандартным. Не хочется раскрывать, на самом деле, ни одну завесу, хочется все-таки сохранить это втайне. Ну, я попробую догадаться, но оно будет как-то перекликаться с тем, что было в прошлом году, когда была целая экскурсия по Униксу? Нет, совершенно другое будет. То есть уже по всей Казани будем кататься, да? Уже по всей Казани, да, по всем нашим зданиям Казанского университета. Нет, чуть менее компактно в этом году. Я думаю, сама идея новая, режиссер сам ее придумал от начала до конца. Ну, не взято за основу никакое произведение, просто история из головы. Мы попытались как-то привязать ее, не то, чтобы даже привязать, а попытались связать ее с годом Лобачевского. Поэтому вот увидите, что получится с этим. Хотелось бы спросить следующий вопрос. Индиго, стоит ли вообще показывать такой жанр на студенческой весне? Потому что, насколько мне известно, ну, большинство до сих пор не понимает, что это такое. Современная хореография, это современная хореография, жанр, в принципе, простой. Его берут немногие. Не знаю, с чем связано, с тем, что это не очень популярно, или же с тем, что мы не очень умеем это. Надеюсь, что... Или же просто сложно для понимания. Это сложно для понимания. Почему так сложно? Ну, такие номера нужны, нужны. Это номера победителя такого жанра, такой сложной техники. Порой, да, может быть непонятно, порой где-то нужно порыться, покопаться, посмотреть еще раз номер, чтобы понять. Но, как Индиго, наверное, Индиго такой показатель уровня и мастерства, и самой идеи. Хорошо. Вторая часть галоконцерта. Вот интересно узнать, как наши гости будут там задействованы, имеется в виду Челны и Елабуга. Будут. Будут задействованы много. В этом году мы позвали три коллектива, три хореографических коллектива. Челны представят коллектив из народного блока. Собственно, Елабуга будет представлять эстраду и современную хореографию. Вот она, современная хореография. То, что мы бы хотели показать Казани, чего у нас не очень мало. Непосредственно у нас здесь, в университете. Достойные номера действительно отличаются. Отличаются по постановке, по идее. Здесь у нас более, наверное, принято танцевать что-то более уличные танцы. Фристайл, хип-хоп. Для нас это актуальная сейчас тема. Они же пытаются как-то более в эстраду и в современную хореографию. Мы очень рады, что там она есть. Там она процветает. Коллективы действительно запоминаются в издне первокурсника. Это тот же самый коллектив к нам приедет и в этот раз. Ребята поднимаются, уровень повышается. Вот мы счастливы, что они есть у нас. Давай теперь попробуем порассуждать, какой все-таки институт, какое место сможет взять. Так вот, ну, свою оценку дать. Свою сугубо лично. Сложный вопрос, на самом деле. Сложный, смотря в какой группе. У нас еще же три группы, все делится. Ну, чисто для себя, наверное, что запомнилось, что запомнилось самым ярким в малой группе, все-таки это геологи, наверное, химики. Ребята выросли, ребята растут. Радуют, что растут и в сценографии, и в режиссуре. Это действительно важно. Умело соединить номера и конву. А инженерный институт? Инженерный институт в этом году вообще удивил нас. Рэп-конвой. Рэп-конвой, да. У нас сидели на предпросмотре, ждали же, что предстоит институт, и тут рэп-конва. Мы так немножечко сначала подумали, рэп-конва, ребята, может, не стоит рисковать, давайте подумаем, еще время много. Но, тем не менее, получилось хорошо, чистый концерт. Может быть, это было сложно для восприятия, постоянно слушать конву в стиле рэп, но ребята попробовали. Я не считаю, что, наверное, им нужно было бы что-то менять. Это новое, оно всегда приветствуется. Новое, люди любят новое. Может быть, кого-то это где-то задело в душе, может быть, этот человек как-то по-другому начал воспринимать рэп, и это уже хорошо. Ну, по мне, так четвертый день фестиваля, это как раз инженерный институт и институт управления экономикой и финансов, получился достаточно хороший. Потому что мы все знаем, что они работают всегда в тандеме, то есть эконому нетрудно помочь малому институту, поэтому мы некоторых ребят с экономом все-таки видели на сцене во время инженеров. И по мне так получилось достаточно хорошо, потому что инженеры у нас читают рэпчик, там все, баскетбол и прочие атрибуты вот этой культуры. И институт управления экономикой и финансов, повторюсь, как я обычно это говорю, прощальный концерт Аллы Борисовны Пугачевой. Вагис у нас Алла, Юшко у нас Борисовна и Илья, да, Илья у нас Пугачева получается. Ну, у них такой, не скажу, что прощальный концерт, я все-таки надеюсь, что они с нами еще останутся. Ну, все на это надеются, куда вы денетесь, ребят. Да, потому что еще Валентин у него первый курс магистратура, так что мы надеемся, что он останется с нами. Ну, домашний действительно концерт, легкий, вот это, наверное, тот показатель легкости концерта, когда зрителю приятно смотреть, просто смотреть и расслабиться, получить удовольствие. Понять, что происходит на институте, это институт, который показывает свою культуру на сцене, хорошую, добротную канву, показывает и администрацию своего института, как администрация работает со студентами, что тоже всегда очень радует, и видеоблог Нелли Гумеровны, и то, что она вышла в этот раз на сцену и прочитала, там, спела музыкальные номера, очень радует, хорошие номера. В этом году они добавили больше народного блока, в этом стиле тоже они развиваются. Кстати, еще вот такое было у нас спецзадание для институтов, это номера с иностранными студентами, не только Готлобачевского, но и с иностранными студентами. Почти все институты представили номера, и достойно, некоторые даже вот идут на республику, сейчас делаем отбор, некоторых увидите на галоконцерте. Хорошо, давай теперь тогда пойдем поближе к средней группе институтов, какие там можешь выделить? Средняя группа институтов, институт учреждения математики, в этом году у них такая канва, не знаю, понятно была она зрителям или нет, легкая, тоже взяли своего директора института, чем порадовали. История об униксе, история об университете, что ребятам было ближе, но на мой взгляд это очень получается такой внутриковый концерт, внутриковые шутки, внутриковые герои, что вот, наверное, было не очень понятно зрителю, который был бы с другого института. Журналисты тоже, номера хорошие, не так было много, молодцы, сделали чисто. Ну, так немножечко, правда, грустненько нам было порой в канве. Баканова не хватало, да? Баканова не хватало, да. Можешь сейчас обратиться к этому, вернитесь на сцену. Да, вас там ждут. А так, юридический факультет тоже, ну, достойные номера в юридическом факультете, тоже могу отметить хореографию, интересные номера. Приходят новые люди, они задействовали и первокурсников, что радует. Ну, и институт психологии образования, это, ну, вот, наверное, вот выделяю институт психологии образования. Тот институт, который именно я хочу выделить, у ребят повышается колоссальный уровень. У них новый режиссер, Оскар Галимов, очень порадовали. Они достигают того уровня, когда уже полноценно соединяют абсурд и реалии жизни. И номера более понятны, но, тем не менее, остается вот эта перчинка-остринка, и зритель выходит довольный, ему все понятно, где-то задумывается, и уже, может быть, берется что-то для себя. Хорошо, но, к сожалению, время, наша программа уже подходит к концу. Увы, большую группу мы не успели взять, но там тоже, пускай зрители сами додумываете, кого может выделить Наташа Гизадульна большой группе институтов. Наташа, тебе большое спасибо, что ты пришла, хорошо, что вы пообщались, дала ответы на многие вопросы. Большое спасибо вам, зрителям, что вы смотрели эту программу, и уже можно с уверенностью сказать, то, что 18 апреля мы ждем тебя в большом концертном зале Уникса на галоконцерте 2017 года в Казанском федеральном университете студенческой весны. Ну, все верно, можно сказать, да? Да, все верно. Все верно. Мы ждем тебя. Ну, и на этом все, я с вами прощаюсь. Программа для вас Роман Полинсков. Еще увидимся. Пока-пока. До галоконцерта осталось совсем немного. Жди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok